И второй аспект Консультирующий должен иметь разум, обновленный Словом Божьим. Давайте прочитаем 12 главу послания к кремленам, первый и второй стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И наш разум должен быть обновлен Словом Божьим. Будьте добры, давайте прочитаем 105 стих из 118 псалма. Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Многие годы назад я узнал один секрет. Когда мы переживаем времена такой сухости в Господе. Когда я выделяю день для того, чтобы поститься, молиться и пребывать в Слове. Бог будет говорить ко мне через Библию. И мой разум, он начинает изменяться. Потому что я начинаю думать таким образом, каким говорит Слово Божье. Так важно уделять время, оставаться на дне с Господом, поститься, молиться и размышлять над Словом Божьим. Или даже когда мы будем ложиться спать ночью, и возьмем Библию, и Бог будет говорить что-то нам. И позволим Слову Божьему обновлять наш разум, образ нашего мышления. Оно начинает изменять наш взгляд на жизнь. Вы получаете силабус после следующего суббота, и у вас есть много других субботов, которые вы можете посмотреть на этот момент. После перерыва мы получим копию этого. И на этот момент есть много других субботов, которые я не буду читать сейчас, но они могут посмотреть позже. После перерыва мы получим ксерокопии вот этого, где будет множество мест Писания, которых я сейчас не упоминаю. И вы с ними сможете ознакомиться. Номер три. Номер три. И консультирующий, он должен смотреть на эту жизнь с перспективы вечности. Если мы думаем о приходящем, то мы будем давать временное решение временных проблем. Но если мы смотрим с точки зрения вечности, то мы будем, мы как советники, как консультанты, будем давать вечные советы, которые будут иметь вечное разрешение проблемы. Второе Коринфянам, четвертая глава. Второе Коринфянам, четвертая глава, 17-19 стих. 17-18 стих. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Когда мы смотрим только на то, что видимо, то смотрим ли мы на то, что видимо, или же мы имеем такую перспективу вечную. Много лет назад один молодой человек пришел в мой офис для того, чтобы получить консультирование. И он просто целые годы со своей. Он встречался уже много лет с девушкой, и все не мог принять никак решение. Жениться на ней или не жениться. Вот, но девушка-то замуж за него хотела. Но он просто, он трудился над этим решением. И вот то, что с ним происходило, то, что у него вот эти, их встречания, они уже растянулись на годы, это было неправильно. Ему нужно было или принять решение жениться, или расстаться. И просто эту девушку освободить, чтобы она могла, может быть, из-за кого-то другого выйти замуж. Короче, он боролся с тем, вот как бы он имел возможность жениться, ему нравилось эту возможность иметь. Да, но он это решение не принимал, и в то же время он совершенно не хотел, чтобы кто-то другой получил возможность жениться на этой девушке. И он сказал, что мне делать? И я чувствовал, что Дух Святой вложил нечто в мое сердце. Я сказал, а что твой папа думает тебе стоит делать? Он сказал, ну, мой папа вообще не верующий. Позднее я узнал, его папа был верующим, но он не был верующим в достаточной мере в понимании своего сына. Он сказал, мой папа, он не духовен. И из-за этого, молодой человек, он вообще к папе за советом не ходил. Я сказал, знаешь что, я думаю, тебе надо сделать? Потому что этот молодой человек молился, постился. Да, он с девушкой своей обсуждал постоянно этот вопрос. Она-то уже замуж хотела, а он все никак не мог принять решение, потому что думал, может у Бога есть нечто лучшее. Я ему сказал, ну, знаешь, что я думаю, тебе надо сделать? Пойди к папе и спроси, жениться тебе на ней или нет. Если он скажет, женись, то женись. Если скажет, не женись, то не женись. Потому что ты у нее сейчас уже должен просить прощения за то, что ты тянешь так давно с решением. Это неправильно по отношению к ней. И ему трудно было это принять, потому что для этого нужна была сильная вера. У меня есть другой урок, другая тема, которая называется «Власть в Царстве Божьем». И мы будем смотреть, как вера растет. В этом уроке о вере говорится, что наша вера растет, когда мы наблюдаем, как Бог действует в нашей жизни через ту власть, которую Бог поставил над нами. И когда я говорил с этим молодым человеком, то он был уверен, что он был уверен, что Бог говорит к нему через меня, что я прав. И он пошел к своему отцу, которого он не считал духовным человеком, а он пошел к папе и говорит, «Папа, что ты думаешь?» «Папа, ты думаешь, стоит мне на ней жениться?» А папа сказал, «Тебе надо на ней жениться». Она прекрасная юная леди. Я чувствую, что она будет прекрасной женой. Она благочестива. И вот как будто в сердце папы была вера. Извините. Вот то, что папа сказал, это как будто возбудило веру в сердце сына, что это решение будет правильным. Он пытался принять это решение, без никакой власти в своей жизни. То есть, это решение он хотел принять сам. И, вы знаете, Бог сделал чудесную работу. Я имел честь эту свадьбу возглавлять, участвовать в этой свадьбе, извините. И на свадьбе произошло нечто, как будто сердце сына обратилось к его отцу. И сердце отца повернулось к сыну по-новому. И эта пара поженилась. И у них трое чудесных детей. И они каждый месяц шлют деньги в МДЖБИ. И хотя у них младший, то есть старший сын, ему всего лишь 9 лет. Даже этот мальчик жертвует ежемесячно в МДЖБИ деньги. Он такой милый мальчик в очках. Он любит евреев. И его отец на свадьбе И отец этого молодого человека, он на свадьбе Уэйну говорил, Ну скажите, ну что я могу хорошего сделать вам? Потому что ему очень понравилось, что я дал сыну совет, в котором было уважение к власти родителей, которые были над этим молодым человеком. Он не мог бы мне слишком благодарить, потому что это новое отношение между ним и его сыном. Но он не мог быть мне достаточно, не мог в достаточной мере выразить мне благодарность, поскольку между ним и сыном совершенно новые взаимоотношения начались. И это сделал Дух Святой. Год спустя этот отец умер. И сын позже сказал мне, И он сказал, Я благодарен Богу за вас, что вы, через вас, у меня появилась такая возможность целый год жить с моим отцом в совершенно новых взаимоотношениях. Они назвали по имени умершего отца, умершего дедушки, своего старшего сына, который вот в очках и жертвует деньги на МГБА. То есть, давая консультирование, давая совет, нам нужно иметь вечный взгляд с позиции вечности, с вечной перспективой. Мы здесь готовимся к вечности. Мы не готовимся к тому, чтобы провести короткое время на этой земле. Некоторые из нас могут быть в течение этого года уже на небесах. Мы не знаем. Бог может быть заберет меня через месяц к себе. Я знаю, что я иду на небо. Но когда я проснусь для того, чтобы увидеть лицо Иешуа, то я хочу быть уверен, что здесь я принимал решения, которые с позиции вечности, а не века сего приходящего. Поэтому и советы консультирования, которые я буду давать, они не должны думать о временном, но о вечном. Хороший советник, он думает о вечной перспективе. И четвертый пункт. Нам нужно говорить так, чтобы люди нас слышали. Нам нужно говорить так, чтобы люди нас слышали. Причь 16 глава, 21-й, 24-й стих. 16-й, 21-й, 24-й? Хорошо, притча, 21-й, 23-й, 24-й. 16-я глава, притч, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й стих. Итак, Мудрый сердцем прозовется благоразумным и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Давайте 18-ю главу, 21-й стих почитаем. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. 27-я глава, 9-й стих. Притч. Месть, масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советам своим. Давайте обратимся к 4-й главе «Послание к Ефесянам». 29-й стих. «Послание к Ефесянам 4, 29-й стих» «Послание к Ефесянам 4, 29-й стих» «Да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». 2-й Тимофея, 2-я глава, 23-й стих до 26-го. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». И Павел говорит здесь Тимофею, что слуга Божий, он должен быть мягок, терпеливым, он не должен быть жестоким. Нет. Если люди ему противостоят, он должен в смирении исправлять их. Он не должен злиться, он должен быть терпеливым. В этих стихах видно, что одна часть принадлежит нам, вторая — Богу. потому что сатана определенных людей заключил свою волю. Если мы будем делать нашу часть, не обещано, что Бог сделает свою часть, но говорится, что, может быть, Он сделает свою часть. Но мы должны быть уверены, что если мы не будем делать то, что зависит от нас, то и Бог не будет делать то, что зависит от Него. И некоторые люди, они пленены сатаной, и в определенной области у них есть такая мертвая зона. Им нужно покаяться. Ну, первое, что нам нужно делать, это мы должны с ними deal with them in humility, in gentleness, speaking in such a way, that they will hear us. вежливо, то есть таким образом, чтобы люди, они нас услышали, потому что у них есть, может быть, грех в какой-то области, который они не видят. И если мы будем делать это, говорится, что, может быть, Бог даст им покаяние. Вы знаете, я был в таких ситуациях, когда люди, которых я консультировал, они говорили мне весьма резкие вещи из-за тех ран, которые были у них. Они даже говорили со мной резко, грубо. И нечто во мне возмущалось, и я было желание ответить. Но я обнаружил, что если я буду контролировать мой дух, если я изберу не обижаться, но буду продолжать говорить с ними и разрешать существующую проблему таким образом, чтобы они услышали меня, то Бог, Он будет просто, это откроет их сердце к Богу. Потому что они знают, что то, что они говорят, заслуживает резкого ответа. Но когда я отвечаю таким образом, как отвечает Иешуа, они начинают через меня видеть, как на самом деле Иешуа отвечает им. И они начинают видеть через нас любовь Иешуа посреди вот такой... то есть посреди своей греховности, посреди своих ошибок, они начинают видеть, что Бог или Иешуа через Уэйна проявляет к Ним любовь. Вы за мной следуете? Я ясно все говорю. Давайте откроем Иакова первую главу. Девятнадцатый и двадцатый стих. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слушание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Мы должны быть слушателями. Знаете, что я обнаружил относительно консультирования? Нам не обязательно быть редким, просто драгоценным человеком, чтобы консультировать. Нам нужно иметь две вещи. Девяносто процентов консультирования получится, если вы будете обладать двумя вещами. Первое, если вы умеете слушать. И второе, если вы молитесь. Иногда люди приходят, и им просто нужно выговориться. Как говорит Иаков, будьте скоры на слышание и медлены на слова. Иногда люди просто хотят поговорить, и им нужен кто-то, кто-то будет их слушать. Вы даже можете ничего не говорить, но вам достаточно просто иногда показать им любовь Иешуа. И когда Дух Святой покажет вам ее, вы можете сказать, ну, давайте помолимся вместе об этом. И отдадим это Богу. Если у них какая-то большая проблема, вы можете сказать, ты знаешь, я не знаю решения. Но я постараюсь помочь тебе найти кого-то, кто знает решение. Но то, что мы сейчас можем сделать, это помолиться вместе прямо сейчас. Иаков говорит, что мы должны быть медленны на гнев, медленны на зло. Каждый из нас, он злится время от времени. Каждый из нас. Но по благодати Божьей мы можем стать медленными на гнев. Иешуа, он разгневался, когда увидел, что менял им в храме, и он попереворачивал их столы. Иешуа не вышел из себя. Иешуа, он очень, его поступки были осмысленными. Он точно знал, что вот это ему сейчас нужно сделать. Не используйте этот пример, чтобы оправдать, если вы на кого-то начали кричать или швырять вещи. Библия говорит о том, что Моисей во время своей жизни был наиболее смиренным человеком на земле. Наиболее кротким. И Моисей не вошел в обетованную святую землю только по одной причине. Он разозлился на народ. Народ был упрямый. Этот народ, он продолжал постоянно делать глупые, безумные вещи. У них не было веры, они постоянно роптали. Даже Бог, в конце концов, хотел их просто смести с лица земли. А Моисей сказал, Боже, не делай этого. Моисей был великим лидером. Но однажды люди начали роптать о воде. И Бог сказал Моисею проговорить скале, и вода пойдет. Но в своем гневе, в своем раздражении на народ, он ударил посохом в скалу. И Библия говорит, что Бог сказал Моисею, что если ты не показал Моисе святость для людей, ты не войдет в землю обетованную. Мы, как лидеры, в доме, в работе, в школе, в где-то, мы, как лидеры, мы, как лидеры, мы, как лидеры, мы, как лидеры, не было, имеем ответственность за тех, кто находится под нашей властью. Потому что Бог хочет, чтобы мы отражали Его реакцию на людей. Бог, Он медленно гнев и долго терпелив. Моисей не вошел в обетованную землю из-за своего гнева. Потому что в той ситуации Он не отразил Божьей святости. Каждый из нас может принять или пострадать от гнева того, кто имеет власть над нами. И это ранит. Но Бог позволяет это. С определенной целью Бог позволяет это. Вы можете простить эту правительность. Вы не должны быть вреден от того, что правительство для вас в прошлом. Простите. Они люди, они ошибки, как мы все. Те люди, которые имеют над вами власть, они люди, и они могут совершать ошибки так же, как и вы. Поэтому простите тех, кто имел над вами власть и ранил вас каким-то образом. Но Бог позволит этому случиться, чтобы вас научить. и с вашими детьми, чтобы вы правильно вели себя с детьми и с теми людьми, которые находятся под вашей властью. Не гневайтесь. Будьте медленны на гнев. Будьте скоры на слышание. Медленны на слова. Бойтесь Бога и отражайте Его власть. Имейте страх Божий, бойтесь Бога, и тогда вы будете способны отразить Его образ чтобы люди увидели Его в вас. Вы поняли? Мы вместе? Хорошо. Хорошо. нажимаем еще и потом мы возьмем вечер. Хорошо. Еще. Мы должны быть человеком молитвы. Притчи 3, 5 и 6. 5 и 6 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его и Он направит стези твои. Не позвольте врагу убедить вас. Не позвольте врагу убедить вас. Не позвольте врагу убедить вас что вам нужно часы молиться прежде чем Бог ответит вам. Если у вас есть какая-то забота или беспокойство в сердце если у вас есть проблема если что-то появилось на протяжении дня просто помолитесь и отдайте это Богу. Бог, я отдаю Тебя это. Помоги мне с этим. С того момента когда моя дочка была очень маленькой когда когда я ввел мою машину мы говорили во всех путях твоих познавай Его познавай Бога и мы говорили Господь защити нас во время этой поездки защити нас на пути мы признаем мы познаем Тебя на протяжении этого дня Моя дочка на следующем в один из дней потеряла компакт диск с фильмом который ей очень нравился когда мы прилетели в Одессу она забыла его в аэропорту она говорила Папа, что если его потеряла если его потеряла если его потеряла что мы будем делать может ли ты мне помочь его найти Можешь ли помочь Его найти? Я говорю, слушай, давай молиться. Ты молилась, точнее. Она говорит, нет. Ты признала Бога, познала Его? Она сказала, нет. Я сказал, ну давай помолимся. Она сказала, папа, ты помолись. Я сказал, нет, ты помолись. Она сказала, Господь, я потерял. Я не знаю, куда мой компакт-диск с фильмом, который я так люблю, делся. Господь, помоги мне найти Его. Во имя Ешоа. Короче, вечером мы его нашли. Даже если бы мы его потеряли и не нашли. Я обнаружил, что если мы познаем Бога во всем, мы, скажем так, все равно мы находимся в выгодном положении, потому что мы знаем, что Бог контролирует ситуацию. Я не механический человек. Я терпеть, не могу что-то ремонтировать. Я совершенно в этом бесполезен. В плане ремонта каких-то механизмов. И если мы что-то покупаем, и это надо скрутить вместе, это может у меня занять часы. У моей дочери это намного лучше получается. И даже моя жена Бонни, она делает это намного быстрее. И я могу так расстроиться, я бывает читаю инструкцию, что-то не могу соединить. Потом вдруг теряю какой-то шуруп. Но я обнаружил, что даже прежде, чем мы начинаем это, я говорю, давайте остановимся и познай. Бог, поможет, Боже, поможет. Я познаю Тебя. Даже когда я бью по пальцу молотком, если я познал Бога перед этим, то все равно я оказываюсь в лучшем положении, даже если я по пальцу ударил молотком. И если вы прежде познаете Бога, то вы наверняка, может, меньше пострадаете. Но даже если что-то случилось, если я даже на своей машине куда-то врезался, если я встретился, познал Бога, то я знаю, что Бог, Он все устроит. И если вы будете кого-то консультировать, познавайте Бога, будьте человеком молитвы. Аминь? Аминь. Окей. Это как Адам, Нью-Ив. О. Это полностью, чтобы знать, чтобы связаться с человеком. Ага. Чтобы получать знание с человеком. Ага. Ну, это говорит, It says, In all your ways, acknowledge Him, which is making, you know, somehow, I think in the Hebrew will bear out there's some kind of, a recognition of God. Yeah. Do you understand? Yeah. In our translation, it's to know Him, to get knowledge of Him. Yeah. In all things. Yeah. Yeah. But I hope people... But when you do that, it says, He will direct your paths. То есть Уэйн хочет еще раз сказать, что если мы делаем это, то есть мы познаем Господа, если мы молимся Ему, то тогда он берет свои руки и направляет наши пути.